А живешь ты где, помнишь? О, конечно помню. В тёплых краях. И он на Каримах у меня. А ребята, разве в море Дед Мороз живёт? Нет! А где он живёт? Да у Деда Мороза! Разобраться, где живёт Дед Мороз и сколько у него оленей. В эти выходные должны были десятки юных екатеринбуржцев. На дворовых праздниках в Верхесецком районе малыши и их родители вместе с гостями с далёкого Северного полюса водили вокруг ёлки новогодние хороводы, пели песни и рассказывали стихотворения. На гости лебеньки дождинка упала, висточек леновый кружит по земле. Ах, осень, опять-таки пасху уже стала, новая доделала глазу. Здорово! Вообще супер, что у нас праздник во дворе. Дети очень счастливо, прям бежали довольны, что Дед Мороз приехал. Пони это вообще супер. У меня ребёнок очень любит лошадок, поэтому ей очень понравилось. Пока одни разгадывали загадки, другие катались на пони и играли в гигантский баскетбол. Накануне управляющая компания устроила для екатеринбуржцев сразу четыре праздничных шоу во дворах на Аполихинской, Белореченской, Крауля и в посёлке Медном. Чтобы удивить детей и взрослых, в каждом дворе установили и нарядили ёлку и разыгрались символами наступающего года представления. Каждый год специалисты управляющей компании стараются чем-то удивить и поразить жителей. В этом году, накануне Нового года, жители пришли поздравлять Дед Морозу, Снегурочка, конечно, с символом наступающего года. Таким образом, мы хотим зарядить жителей новогодним бодрым таким настроением и поддерживаем хорошую добрую традицию дворовых праздников в окружении соседей. В окружении соседей ребята прочитали стихи, получили сладкие подарки и вдоволь накатались на горках. Организаторы мероприятия уверяют, благодаря традиционным новогодним забавам и конкурсам жители не только сумели познакомиться друг с другом, но и смогли задать представителям управляющей компании все интересующие их вопросы. Валерия Чумрова, Олег Кузнецов, Новости Екатеринбург.